Флагманские программы мирового уровня, сетевые программы, работы с ребятами, которые учатся за пределами региона. Моделью развития высшего образования на Камчатке поделился губернатор полуострова Владимир Солодов. В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке прошла сессия «Высшее на Востоке. Новое качество образования». В ходе дискуссии отметили, что развитие высшего образования лежит на плечах регионов, а губернаторы – это стейкхолдеры. С этой позиции в том числе согласился глава Камчатки Владимир Солодов. Он также поделился аргументами в пользу запуска на Дальнем Востоке отдельной программы по развитию высшего образования. «Я хотел буквально одно слово добавить к перечислению того, что министр говорил сейчас, обозначая, почему нужно для Дальнего Востока отдельную программу, удаленность, другие параметры. Я бы говорил, и перспектива, и перспективность. Потому что Дальний Восток не только дискриминирован по ряду параметров, но и имеет уникальные возможности ввиду понятного географического положения, связи с СТР, переориентации на эту часть мира и так далее и тому подобное». Губернатор указал на необходимость создания в каждом регионе модели развития высшего образования. В пример он привел модель, которую можно задействовать на Камчатке. «Первое. Создать пару флагманских программ, которые будут мирового уровня, компактных, программ магистратуры, которых нигде, кроме Камчатки, нет такого уровня. Изучение вулканов, изучение океана. Возможно, третье в перспективе появится. Что-то такое, мне кажется, может быть портретом высшего образования в таком небольшом регионе, как Камчатка. Второе – это, конечно, сетевые программы, о которых тоже уже говорилось. Но я хочу подчеркнуть, что я вижу в этом основную ставку. 2 плюс 2 плюс 2. Два года в гостевом университете, два года в своем университете, два года в тесной связке с работодателем или в другой конфигурации. Но это важное обогащение качества». Владимир Солодов считает, что чем шире образовательный опыт, чем разнообразнее условия, в которых учился человек, тем в итоге лучше качество образования. «Третья наша ставка – это ориентиры на работодателя. Привязать к работодателю сразу в виде стипендий, практических занятий и так далее и тому подобное. И четвертое – это в целом работа с ребятами, которые учатся за пределами Камчатки. Потому что я ничего плохого самого по себе не вижу в том, что человек, который может поступить в МГУ, поступает в МГУ или в Сеченовский медицинский университет, или в любой другой ведущий вуз страны. Но мы должны дальше внимательно простраивать систему возвращения такого выпускника на Камчатку, в Магадан, в Хабаровск, в любой другой регион дальневосточный. Мы это сейчас, упаковывая в проект «Увидимся на Камчатке», в частности, когда мы целевые программы, клубные истории делаем, мои встречи с ребятами, которые учатся в других регионах России и так далее. Цель проекта «Увидимся на Камчатке» – оставаться на связи и вовлекать студентов в жизнь региона. В рамках него планируют создать базу данных студентов для рассылки новостей и информации о жизни в крае, о ходе работы над мастер-планом развития Петропавловска, чтобы молодежь видела перспективы своего возвращения в регион, где они смогут найти себе работу по душе, реализоваться и строить Камчатку будущего. Помимо информирования, также студентам будут предлагать темы для студенческих работ и проектов, связанных с Камчаткой.